Привет, друзья! В этом видео хочу показать, как я делала простые украшения из бечевки. Основу я делала из переплетного картона. Сначала вырезала все шаблоны, затем перевела их на картон, и затем уже с помощью канцелярского ножа вырезала детали из картона. Мой, по-моему, толщиной 2 мм, но это не принципиально. Буду использовать такой моточек бечевки, его можно приобрести в любом строительном магазине, а закреплять все буду при помощи горячего клея. Наматывать можно совершенно любым способом, тот, который удобен вам. Я сначала прячу кончик бечевки, и затем начинаю обматывать саму фигурку, и постепенно все закрепляю горячим клеем. Я стараюсь делать очень плотную намотку, но не накладываю нити друг на друга, а укладываю их именно рядом. Таким образом я наношу клей на заготовку и очень плавно обматываю ниточкой весь картон. Как вы видите, в качестве основных форм я выбрала месяц и звезду. Но этот момент вообще не принципиальный. Вы можете выбрать совершенно любую фигуру, которая подойдет вам по интерьеру и по вашему вкусу. Кстати, обматывать эти заготовки можно также не бечевкой, а, например, какими-нибудь нитками. Мне кажется, отлично будет смотреться вариант с белыми шерстяными нитками, или же даже с белыми плюшевыми. Как вы видите, я закончила обматывать месяц, и теперь можно приступить к звездочке, но там немного посложнее. Сначала я буду наматывать бечевку на каждый лучик, а уже затем займусь серединкой. Принцип наматывания тот же. Я приклеиваю кончик, а потом постепенно начинаю заворачивать вокруг него и самого лучика ниточку. И, конечно же, это все периодически закрепляю клеем. Когда я закончила обматывать один лучик, я обрезаю ниточку, закрепляю ее и перехожу к следующей вершине. Этот процесс совсем не быстрый, но мне кажется, подобная намотка выглядит очень красиво. Но если вдруг вам не нравится такой стиль, а решение хочется, вы можете выбрать, например, какую-нибудь красивую упаковочную бумагу и обернуть ваши заготовки ей. И так, когда я обернула все вершинки, можно заняться серединкой. Я решила, что именно в середине данной фигурки у меня будет весь декор. Поэтому обворачивать всю звездочку мне нет никакого смысла, это нерациональное расходование материала. Я оберну только краешки, которые могут выступать за декор и которые может быть видно. Сначала я приклеивала каждую ниточку, но затем решила просто их наматывать и в конце, если нужно будет, где-нибудь закрепить. Как вы видите, у меня осталось довольно много пустых мест, но я уже объяснила, почему решила так сделать. Чтобы закрыть изнаночную сторону из упаковочной бумаги, подходящей мне по стилю, я вырезала звездочку немного меньшего размера, чем была моя заготовка из картона. Я отрезала небольшой кусочек бечевки и согнула его пополам, таким образом у меня получилась петелька. Закрепляю ее на одной из вершинок с изнаночной стороны, ну а сверху уже приклеиваю заготовку из бумаги. Кстати, для этого этапа я использовала клей момент кристалл. На месяце я тоже сделала петельку, но изнаночную сторону никак не закрывала. В итоге у меня получилось две таких заготовки и теперь можно приступать к самому интересному, к декору. Достаю еловые веточки, какие-то елочные шарики, разные тесемочки, кружево и вообще все, что на мой взгляд может пригодиться в данной работе. Я начинаю подбирать различные украшения, что-то оставляю в таком виде, в котором приобретала. Что-то, как вы видите, разрезаю, меняю, в любом случае стараюсь создать композицию, которая понравится мне. Ну а вы, конечно же, делайте все на ваш вкус. Думаю, что сейчас мои комментарии будут излишними и я оставлю вас наедине с этим медитативным процессом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда я закончила украшать обе фигурки, я захотела сделать имитацию снега, как и во всех моих зимних и новогодних работах. Мне очень нравится такой эффект и для него я взяла сухую кисточку большую и также белую акриловую краску. Я знаю также, что многие используют для этих целей снег из баллончика, такие, например, продаются в фикс прайсе. Но мне не особо нравится этот вариант, так как такой снег можно просто стереть рукой, но акриловая краска все-таки долговечнее. Аккуратно прохожу с кисточкой по всем поверхностям и тут главное не переборщить, так как мне очень нравится этот процесс и результат, который получается в итоге. Важно вовремя остановиться, к чему я себя всегда и склоняю. И на данном этапе мои украшения готовы. Такой вариант может отлично украсить стену, дверь или же, например, ручку двери, но если эти фигурки сделать немного меньше, то они могут стать елочными украшениями. В общем, тут все зависит от вашей фантазии. Я же свои фигурки повесила на двери с помощью такого липкого белого скотча, он даже больше похож на пластилин. Конечно, выглядит это не совсем красиво, но это все-таки лучше, чем портить дверь, на мой взгляд. Надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, то не забудьте поставить ему пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. В описании под этим видео я оставила вам ссылочки на другие мои новогодние мастер-классы, так что заглядывайте за новой порцией вдохновения. Конечно же, хочу пожелать вам новогоднего настроения, всем удачи и пока!